Талая вода заполнила улицы и дома села Рождественка. На чрезвычайную ситуацию съехались ДЧС, Аким и наша съемочная группа. Это далеко не Венеция, это село Рождественка. Как говорят местные жители, такой серьезный потоп на их памяти впервые. Глубина здесь достигает около метра. Ассенизаторы трудятся уже с четырех часов. Класс, получается, все. Сплыл. Сквозь стенки вода пошла. Это зал. Вот кровать нашу, затапываю диван. А это кадры того, как вода лишила целую семью крыши над головой. Они были вынуждены уезжать до своих родителей в соседнее село. Повезло хоть, что Аким помог с переездом. Как говорит женщина, вода уже добралась до кроватей. Вода пришла со степи, с господствующей высоты. Почему-то произошел подъем, потому что почва не успела оттаять и катастрофический подъем уровня воды случился. Подтопила на данный момент три дома. Из одного дома многодетная семья эвакуирована находится у своей бабушки. Многодетная мама четверых детей. У нас сегодня, получается, затопил дом. Мнение жителей села разделилось. Кто-то винил власти, кто-то недоброжелательную природу. Но многие сходились на мнении, что труба, отводящая воду, часто не справляется с таким напором. Эта ситуация не новая. Это повторяется, ну не каждый год, но раз в два года это точно. Какие-то делать трубы от воды, чтобы вода уходила по уклону в степь. Здесь водопропускные трубы есть. Если вы проехали туда, то метровая труба водопропускная не справляется с этим потоком воды. И вода пошла через дорогу. Откачка и перекачка талой воды началась в 4 часа. Из-за резкого таяния снега затопило 30 дворов. Артур Поляков, Аман Баимбет, Ертысак Парад, из Павлодарского района.